Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Алгебра 8 класс. Автор Макарычев. Задание 112. Упростите выражение. Перепишем первое выражение в пункте А. Здесь у нас умножение двуудробных выражений. Оно выполняется точно так же, как умножение обыкновенных дробей, а именно перемножаются числители, результат записывается в числитель, а затем перемножаются знаменатели. Поэтому ничего пока не перемножая, просто записываем само произведение. 48 на 7 мы могли бы умножить, но этого не делаем, потому что, возможно, нам придется сокращать. А вот уже после сокращения, вот потом уже мы выполним умножение. И здесь тоже записали. И вот смотрите, действительно, 48 и 16 мы можем сократить, разделить на 3, на 16. 48 на 16 – это 3, 16 на 16 – это 1. И 49 и 7 тоже можем разделить на 7. Здесь у нас 1. А теперь смотрим х в пятой степени в числитель х в третьей степени в знаменателе. Ну, х в пятой – это 5 множителей х. х на х на х на х на х 5 раз. А х в третьей степени – это 3 раза умножить х на х на х. Так вот, мы на 3 множители х можем разделить одновременно и числитель, и знаменатель. Значит, в знаменателе все это уйдет. А в числителе останется не 5 множителей х, а 2. То есть х во второй степени. у в квадрате тоже на у в квадрате можем разделить и числитель, и знаменатель. Тогда в знаменателе останется 4 минус 2 двоечка, то есть у во второй степени. Ну, я так ее написала внизу. Давайте я вот здесь все-таки напишу ее, чтобы не ошибиться потом. А вот теперь, что у нас в итоге получается? Мы все, что могли, сократили. Значит, у нас коэффициент в числителе троечка осталось, х во второй степени, у у нас не осталось. А в знаменателе у нас остался коэффициент семерочка, у во второй степени, ну и все. Все, вот результат упрощения. Пункт В. Перепишем выражение. Так, здесь то же самое. Записываем в числитель произведение числителя. 18М в третьей степени на 22Н в четвертой степени. Так. И в знаменателе записываем произведение знаменателей. На 9 на М в квадрате. А вот теперь начинаем сокращение. Действительно, можно сократить на 2, 18 и 9. То есть на 9, 18 на 9 это 2, 9 на 9 это 1. И здесь 11 и 22. На 11 можем разделить. Здесь 1, а 22 на 11 это 2. Так, теперь М в кубе и М в квадрате. Делим на М в квадрате. На М в квадрате. Остается здесь М в первой степени. Так, а дальше у нас Н в четвертой степени, Н в третьей степени. На Н в третьей степени делим. Так, а здесь остается просто Н. И что в итоге у нас получилось? Так, 2 умножить на 2. 4МН. А в знаменателе у нас единичка осталась. Ну, тогда у нас получилось целое выражение. Мы, естественно, можем его записать вот так. Не писать в знаменателе единицу. Так, пункт В. Переписываем выражение. Так, но здесь у нас получается, что мы перемножаем точно так же дробные выражения, но второе дробное выражение с минусом. Но мы знаем, что при умножении чисел положительного на отрицательного получается отрицательное число. Значит, тогда мы перед результатом, перед произведением запишем минус. А вот теперь, как обычно, мы будем записывать результат умножения числителей в числитель и результат умножения знаменателей в знаменатель. Но делаем мы это. Ничего пока не умножаем, просто запишем само произведение. Уже здесь просто 2,5 у в четвертой степени. В знаменателе 25 у в пятой степени и на 27 х в пятой степени. Так, ну вот теперь, что у нас получилось? Минус, конечно, есть. Начинаем сокращать. Вот 25 и 2,5. То есть, если мы 2,5 на 10 умножим, то это и получится 25. Значит, если мы разделим на 2,5, то здесь будет единичка, а здесь будет 10. Так, теперь 72 и 27. Ну, на 9, 72 на 9 – это 8. 27 на 9 – это 3. И вот еще у нас 8 и 10 можно сократить на 2. 4 и здесь 5. Вот так. Теперь х в четвертой числителе и х в пятой в знаменателе на х в четвертой делим числитель и знаменатель. Остается просто х, то есть х в первой в знаменателе. И у на у в четвертой делим числителе. В знаменателе на у в четвертой остается у в первой степени. Что осталось у нас? В числителе у нас осталось только четверка. В знаменателе осталось 5 умножить на 3 – это 15. Так, и х, и у. Ну, так мы в этом порядке запишем. 15 х и у. Все, и минус, конечно, есть. Пункт Г. Перепишем. Так, здесь то же самое. Первое выражение, перед ним минус. Значит, на отрицательное выражение умножаем на положительное. Результат получается отрицательный. Минус сохраняется. Теперь результат самого умножения. В числителе произведения числителей 35а х в квадрате на 8а в знаменателе произведения знаменателе 12b в квадрат у на 21ху. Так, ну, давайте так. Минус, конечно, остается. Теперь попробуем сократить. 35 на 7. Ага, на 7 делится. Значит, 35 на 7 – это 5. 21 на 7 – это 3. То есть мы на 7 сократили. Теперь 8 и 12. На 4 – это 2. На 4 – это 3. Так, все больше мы коэффициент сократить не можем. Что у нас тогда еще? Ага, вот х квадрат и х на х можем разделить одновременно. Значит, числитель останется 1х, знаменателе нет. Иксов, все. На b можем разделить числитель и знаменатель. Останется b в первой степени. Так, и а на а не можем, на у не можем. Это все останется. Теперь что у нас в числителе осталось? 5 на 2 – 10. А осталось? Осталось а и умножить на а, то есть а в квадрате. Х остался? А остался. Х есть. Так, b уже нет. Все. Это в числителе, в знаменателе. 3 на 3 – это 9, коэффициент 9. Теперь b осталось? Да, b осталось в первой степени. y на y, y в квадрате. Вот все, что осталось. Это окончательный вариант. Больше сократить тут не на что. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, записывайте их в комментарии, подписывайтесь на наш канал и смотрите следующие видео на нашем канале. До новых встреч!